Я попал в класс, где была учительница, которая очень любила театр. Она в Челябинском театре оперы и балета в хоре пела. И она приобщала нас к театру. Она организовала даже драматический кружок в классе. И вот с этого все пошло, поехало. Потом рядом с домом был дворец пионеров, где была театральная студия «Юность». И там были занятия не только играли спектакли, но были занятия по мастерству актера, по стандартеской речи, изобразительное искусство, в общем, танцы. Все было в этом занятии. Поэтому мне это очень помогло. И я после школы по желанию родителей... Родители не хотели, чтобы я был актером. Они хотели, чтобы я был педагогом. И я по их настроению, то, что они хотели, я поступил в педагогический институт в Челябинске. Год проучился и понял, что это не мое. Я учился и в то же время занимался в этой театральной студии, играл в спектакли уже. И я втихаря поехал поступать в Свердловское театральное училище. Втихаря от родителей поступил. И после этого сообщил им о том, что я поступил. Ну, им пришлось смириться. Супруга моя была из Брянска. Но мы работали в Челябинске. Потом нас пригласили в Читу. Мы работали в Чите. И воля и случая, то, что сын заболел, нам сказали, нужно... Маленький сынок у нас был, Тенка. И нам сказали, климат менять надо. Вот. А куда ехать? Он был маленький, еще и старший был у нас. И мы поехали в Брянск, где у жены были родственники. Мама, сестры, братья. Вот. И вот так вот мы попали в Брянский театр. И с тех пор, вот я уже в этом году будет 35 лет, как я в театре драмы Брянской. И Брянск уже стал моей малой родиной. Я где-то 30 лет не был в Челябинске. Это где я родился, где я учился, где я работал в Тюзе, в театре после училища. Вот. Я приехал в Челябинск после 30 лет. И я понял, что это, в общем-то, уже стал чужим городом. Я не могу не вспомнить роли, которые играл при Воронцове. Вот. Это звезда немого кино, там, допустим, «Дожди», где я показал себя. Главная роль, конечно, первая, которая... Это Кинг-4, где я сыграл Соломона. Вот. Я даже помню, как мы поехали... Наш режиссер Купцов поставил этот же спектакль, Кинг-4, в Гомеле. И мы с Валерой Цапорой поехали туда играть с их труппой. Он играл кино, а я слугу его, Соломона. Поехали с их труппой играть. Мы сыграли спектакль, и потом местные Соломоны, Кинг, подошли к нам и сказали, ребята, мы теперь не знаем, как нам на сцену после вас выходить. «Игроки», «Дядя Ваня», «Поминальная молитва», «Тэви Молочник» тоже одна из моих любимых, в общем-то, ролей, которые я посвятил своим родителям. И даже у меня есть в спектакле вот тут вот такой вот поясок, который остался от папы. В Брянском театре очень много таких знаковых ролей, которые я очень люблю, которые я помню и которые жалко было с ними расставаться. Да, это очень сложная, серьезная профессия, но к ней нужно относиться как к игре. Все равно на сцене мы играем. Поэтому есть режиссер, который говорит, что нужно сделать, а уж как сделать, это уже мои проблемы. У меня фантазия, по-моему, развита неплохо. Вот импровизация. И вот поэтому это вот так легко дается. Единственное, что мне дается, это роли большие, много главных ролей. Текст очень много. Вот эта вот домашняя работа — учить текст. Вот это вот... Многие спрашивают, как ты столько запоминаешь? Это же... Вот запоминаю. Очень много этому уделяю времени. Конечно, я добился в своей жизни, в общем-то, и признания добился, и званий добился, и положения какое-то. Я все это добился. Но если бы я в начало пути пришел, я не знаю, как бы мой путь пошел, я бы все-таки попробовал немножко с Москвой связаться, там поработать. Может быть, и не получилось бы, потому что я знаю очень много ребят, очень талантливых, с которыми учился, с которыми работал, которые бросили все и поехали в Москву. И пропали. Нет их сейчас. Хотелось в свое время, хотелось в кино посниматься. Но роман с кино у меня не удался и по семейным обстоятельствам, и по занятости своей, и по отдаленности Чита, Челябинск. А так я, в общем-то, на склоне своих лет я доволен тем, чем я занимаюсь, где я нахожусь, и с кем я работаю. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!